Временно сменили служебную форму на спортивную. Соревнования по хоккею с мячом на валенках среди подразделений МЧС прошли в областном центре. Такой необычный турнир проводят уже в четвертый раз. За стезаниями следила наша съемочная группа. Импровизированный каток огнеборцы создали самостоятельно. В свободное от службы время здесь проходят усиленные тренировки. Раз в год на площадке стартуют большие служебные соревнования. Для ведомства они уже стали традиционными. С каждым годом турнир по русскому хоккею собирает все большее количество команд участников. Данное соревнование проводится уже в четвертый раз. Из года в год у нас личный состав с большим желанием участвует в них. Клюшки скрестили 8 сборных. Правила отличаются от стандартных. Размер площадки и ворот намного меньше. Сокращено и время матча. Ледовые дружины сыграли серию 20-минутных поединков. Традиционно состязания прошли по крововой системе. Пожарные спасатели, несмотря на любительский уровень, выкладываются на 100%. И самоотверженно ложатся под каждый мяч. Хоккей с мячом на валенках далек от профессии спасателя лишь на первый взгляд. Сплочение и отличная физическая подготовка на поле помогают в ежедневной служебной деятельности. Как и физическая выносливость, так можно сказать, умственная и тактическая способность, которая также развивает мышление, так же как и на пожарах, так же и работаем. И тактическое и умственное мышление везде нужно вовремя принять решающее направление, решающий момент. Соревнования длились в течение нескольких часов. По итогам первенства весь пьедестал почета заняли хозяева площадки, представители первой пожарной части областного центра. Чемпионы команда караула номер один, второе и третье место у четвертого и третьего караула соответственно. Победители получили грамоты и медали от руководства областного управления МЧС. Анна Штепа, Роман Миронов, Олег Векслер, Вести Биробиджан.